В Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. В этот праздничный солнечный день на площадке перед техникумом собрались студенты и их родители, преподаватели и администрация города Буй. Мероприятие началось с церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации. Право вынести и поднять государственный флаг Российской Федерации предоставилось участнику межрегионального отборочного этапа чемпионата по профессиональному мастерству компетенции «Кирпичная кладка» в городе Алане, Северной Осетии студенту третьего курса БТГП Антону Кудрявцеву. С приветственным словом перед студентами выступил директор Буйского техникума градостроительства и предпринимательства Дмитрий Федоренко. Здравствуйте, уважаемые студенты, родители, коллеги, преподаватели нашего учебного заведения. Я хочу всех поздравить с началом нового учебного года, с этим самым радостным и праздничным днем в сфере образования и в частности в нашем учебном заведении. Очень радостно видеть наши старшие курсы. Мы приветствуем нашей дружной теплой семье первокурсников. Надеемся, им здесь понравится и нуждать большие успехи. Хотелось бы сказать, что все в ваших руках, ребят. Из стен этого учебного заведения выходили и мэры города, и работники правительства, и лучшие работники своих сфер в стране, лучшие строители, и много-много успешных ребят. И все зависит только от вас. Мы желаем вам, чтобы вы стремились добиваться успеха в профессиональной деятельности, добиваться успеха в неурочной занятости, проявляли активность и под чутким руководством наших педагогов добивались успеха. Сегодня очень много гостей, почетных на нашей линейке. Это связано с тем, что в этом году у нас ждет серьезная работа и серьезные перемены. Мы будем лицензировать новые профессии, которые будут готовить кадры для предприятий химической отрасли нашего города, а также пищевой промышленности. И когда эта информация и приветственное слово будет звучать из уст руководителей предприятий, я думаю, это будет гораздо правильно, и это будет таким ориентиром на будущее, поскольку наше учебное заведение постоянно развивается, меняется, и мне кажется, и в этом говорят наши успехи, только лишь в лучшую сторону. Сегодня сказали про Кудрятцево, но забыли сказать, что он победитель регионального этапа, кроме того, что он участвует в всероссийских соревнованиях. И также Виталий Лях у нас принимал участие. Ему тоже отдельные аплодисменты, он большой молодец. Летом, когда все отдыхались, ребята защищали честь не только нашего учебного заведения, но и честь всего региона. Со словами на путстве и поздравительной речью перед студентами выступил глава городского округа Город Буй Игорь Ральников. Дорогие друзья, уважаемые студенты, преподаватели, от имени администрации города, от себя лично я поздравляю вас с праздником, с замечательным праздником Днем Знаний и с начала нового учебного года. Действительно, праздник очень значимый, очень весомый для всего нашего общества, но прежде всего для того, кто учит и учится. Наверное, никто не обходит эту стезю в своей жизни, все учатся ежеминутно, ежечасно и всю свою жизнь. Поэтому именно образование является основным приоритетом деятельности нашего государства. Дорогие друзья, я хочу поприветствовать первокурсников, им сегодня у них увлекательный, волнующий день, волнующий день вступления в новую профессию, овладения ею. И хочу пожелать им успехов на выбранном пути и, конечно, знать всегда о том, что успешное овладение профессией, профессиональный талант – это успех не только конкретного человека, но и успех всей нашей страны. Поэтому, дорогие ребята, учитесь как можно лучше, овладевайте профессией, за вами стоит вся наша страна, наша промышленность, наша, в общем-то, вся наша Россия велика. Буйский техникум градостроительства и предпринимательства – это одно из ведущих учреждений среднего специального образования нашего города, имеющих богатую историю, богатые традиции. И я очень рад, что со следующего года здесь будут готовиться специальности, которые так необходимы нашей буйской промышленности. Поэтому, дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с новым учебным годом, желаю вам успехов. В творчестве, в учебе, во владении профессией, учитесь как следует, успехов вам в новом учебном году. С праздником, дорогие студенты! С праздником студентов поздравил основатель и директор по развитию фирмы «Вариант-С» Валерий Катышев. Дорогие ребята, я также, как и вы, 47 лет назад переступил порог этого учебного заведения. 44 год назад я его закончил. Дипломным проектом у меня был объемный проект «Коровник» на 240 голов. Я его защитил на отлично. И не думал, что я уже к этому, наверное, вернусь, потому что я достаточно долго проработал тренером. Потом предпринимательство. Но вот сейчас, уже в достаточно зрелом возрасте, мы заканчиваем большой крупный проект на 3000 голов по самым современным мировым технологиям. То есть, от чего я ушел, к тому я и вернулся. Те знания, которые мне дали нашим техникум, они мне пригодились во всей жизни. Вы сегодня вступаете уже во взрослую, можно сказать, жизнь. И чем раньше вы поймете, что вы уже стали взрослыми, тем лучше для вас. Потому что те знания, которые вы будете получать, как вы их будете осваивать, а от этого зависит ваша будущая жизнь. Конечно, кто-то, может быть, ошибся в выборе профессии, или кто-то пошел по, наверное, по пинку родителей, если так можно сказать. Но в любом случае, будущее в ваших руках. Кто-то еще держится, наверное, за юбку матери, кто-то держится за руку отца. Но запомните, будущее в ваших руках, вы уже стали взрослыми. И рано или поздно вам определять свою жизнь. Я скажу, что сейчас в государстве наконец-то поняли, что высшее никакое образование, где готовят просто менеджеров там или огромное количество юристов, которые никому не пригодятся, нужно смещать в сторону рабочих специальностей. Мы пришли к тому, что у нас уже дефицит рабочих специальностей гораздо больше, чем у управленцев. Поэтому государство и наша область в лице губернатора, в лице руководителей предприятий делают все для того, чтобы в нашем городе, в нашей области, в нашей стране осваивались новые рабочие профессии. Для этого колледж и существует. Надеемся, что вы своими руками, умом будете будущим нашего города, нашей области, нашей страны. Поэтому вам хочется пожелать успехов. И запомните, все зависит от вас. С новым учебным годом! С началом учебного года всех присутствующих поздравил генеральный директор закрытого акционерного общества «Экохимаш» Евгений Краснов. Валерий Васильевич, правильно сказал, что рабочих специальностей дефицит. Все хотят быть юристами, банкирами, миллиардерами. И никто не хочет быть токарями, фрезеровщиками, обораччиками и так далее. Тем не менее, в нашем городе есть крупные химические предприятия. Химические не в том плане, что, знаете, у нас там зомбирование идет, мы отравлены химией, мы плаваем по пояс кислотам. Вовсе нет. Это современные развивающиеся предприятия, которые составляют гордость и города, и область. Нам нужны люди. Собственно, как и военкомат говорит, нам нужны люди. Нам нужны рабочие специальности. Благодаря губернатору области, поддержке города и непосредственно Дмитрию Ильичу будут открываться новые специальности. Специальности востребованных. Специальности аппаратчикам и специальности лаборантам. Это специальности, которые востребованы здесь, в городе. То есть не нужно никуда уезжать. Это современные химические предприятия. Это высокооплачиваемые работы. Это развитие. Уже непосредственно сами предприятия из ребят, у которых есть шило в мягких тканях и огонь в глазах, мы дальше уже направляем ребят в институты на получение высшего образования и так далее. Собственно, я думаю, уже в этом году начнутся экскурсии на наши предприятия, на химические. Дмитрий Ильич и руководители химических предприятий это организуют. И вы сами сможете увидеть своими глазами, насколько я вам люблю, а насколько я говорю прямо. Это будут новые специальности. Я надеюсь, они откроются со следующего 1 сентября, то есть ровно через год. Я уверен, что это будут повышенные стипендии, это будет практика. Скорее всего, это будет уже сразу трудоустройство. То есть человек, поступая на эти специальности, уже будет знать, что его ждут. С ним заключен договор, его готовы принять на завод, где он будет проходить практику. Не нужно будет уезжать из родного города. Можно здесь будет оставаться, создавать семьи и вести очень достойную жизнь, потому что зарплата на химзаводе достаточно сильная. Как сказал Валерий Васильевич, все зависит на самом деле от вас. Никто за вас, вашу жизнь жить не будет. И только от вас зависит, чего вы добьетесь, чего вы захотите, чего вы в жизни получите. Я вам желаю удачи, шилы в мягких гадях, ну и желания жить лучше и развиваться. Ура! Приветствовали первокурсников не только преподаватели, но и студенты старших курсов. Выступив перед присутствующими станцами и отправив в небо самолетики будущего. Ребята пожелали первокурсникам с ответственностью отнестись к выбранной специальности и всегда добиваться своих целей.